добрый день дорогие друзья не нравится мне вот это вот начало нравится короче сегодня сегодняшнее видео будет знаете есть такое на ю тубе любители как блогеры так и поэта как и зрители болталок таких своеобразных это бывает кстати часто из рулем не будем приводить примеры вот но я хочу как раз поговорить о том что я совершенно не умею заниматься болталками мне кажется это какой-то определенный особый дар потому что ну вот у меня я не могу просто включить видео да если у меня нет никакого-то как модно сейчас говорить инфоповод информационного повода какой-то какой-то темы какого-то о чем можно поговорить обсудить кого-то что-то я вообще принципе мало таких делаю видео особенно обсуждений я как конкретно показываю либо что-то либо это какое-то мероприятие либо это что-то произошло дома у меня либо с моими друзьями либо знакомства с какими-то интересными людьми то есть всегда мне нужен повод просто так вот включить камеру и болтать ни о чем я не умею как ни странно да хотя если кто-то меня смотрит самых первых видео у меня первый там 10-20 видео это вообще я никогда не разговаривал я вообще никогда не думал что я могу вообще говорить это все по как бы приходит в процессе ну как бы вот даже там не близкие говорят слушай ты там типа разговорился разболтался еще что-то вот ну как бы да это все в процессе практики происходит вот даже вот сейчас я я не знаю я включил просто вот хочу поговорить на эту тему я не говорю что это плохо я считаю что это наоборот какой-то дар вот включить камеру и болтать ни о чем и чтобы людей цепляло у меня много примеров кому я могу привести кто так занимается болталками такими у далеко ходить не надо даже моя подруга наталья понимаете там не увидел по полтора по два часа она может трансляции вести и болтать 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 нет вообще прямой эфир намного легче вести потому что если даже ты не знаешь о чем говорить ты читаешь вопросы и ты всегда знаешь но мы есть на что ответить за что зацепиться хотя я вот никогда в прямой эфир не выходил без какой-либо темы то есть мясо нужно какой-то повод с чего-то начать как-то назвать эту трансляцию а потом уже в процессе она может перерасти совершенно другое о чем ты вообще не думаешь вот поэтому иногда вот иногда если я беру выходные его допустим как вчера хотя повод был день россии с чем я собственно вас и поздравляю как бы ну и что два слова поздравил и все поэтому лучше сегодня вас поздравлю со вчерашним праздником сегодня кстати погода намного лучше и все-таки когда солнце на улице хочется болтать и что-то рассказывать я кстати сегодня хочу выйти в эфир а это видео скорее всего выйдет завтра вот и а завтра я уже буду в городе тбилиси и об этом я вам тоже сообщу сегодня в общем какая-то прям эта тавтология так вот что я еще хотел сказать а что я хотел сказать я уже запомнил идешь вот так вы знаете думаешь сейчас а вот этот мысль нужно вы нужно и выразить нужно и высказать вот допустим там антон с да и по нему к нему можно по разному конечно относиться но вот он нашел для себя сейчас новую рубрику вот это по утрам на сплетни собирать тоже к сплетни можно по разному относиться но все равно это любят понимаете вот у него примут его остановить невозможно он болтает и болтает и болтает такой склад характера такой склад вообще человека да что он может принципе включать камеру и каждый день болтать 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 о чем-то у меня на самом деле это вообще не получается мне нужен какой-то страну какую-то причину какую-то историю там не знаю диванная история оконная история машинная история всегда как-то нужно за что-то цепляться и вот иногда порой смотришь блогеров там но не будут называть имени не хочу обижать потому что хорошо отношусь но отключают трансляцию и молчат ну нельзя молчать нельзя нужно что-то говорить это вот вы ждете хорошо бы сейчас ждете зрители да с кем начать общаться а те которые придут позже они что должны первые 10 минут сидеть с вами вместе ждать да не сразу же выключен поэтому нужно всегда стараться хотя бы первые пять минут подходит пока пока подходит толпа людей зритель твой нужно что-то какую-то информацию донести массы так сказать народ вот так же я стараюсь на самом деле учусь практически каждый день каждый день думаешь а вот как так сделать как еще по-другому сделать не всегда это получается иногда бывают совершенно обычные бытовые видосы иногда они бывают очень заходят бывает не очень заходит бывает вот и вот ты знаешь что это видит на должно зайти и прям посмотрю потому что прошлый раз такое же видео зашло а в этот раз не зашло но об этом тоже можно много говорить и про то что на ютубе я считаю что какие-то алгоритмы есть но правил в основном их нету потому что они сегодня работают завтра не работают вот то еще донес смысл понимаете так вот по чуть-чуть по соседкам и наскребен мысли вслух болталку или наоборот нет назову не умею заниматься был там нет был там не занимаюсь типа что-то типа даже то придумать еще что-то знаете что же зависит всегда много от названия чтобы там не говорили но это очень много зависть вообще много факторов зависит конечно вот допустим на сегодня посмотрел вот у меня там иногда некоторые мне с таким подколками мне пишут типа твой любимчик и как его господи юрий дуть но почему любимчик я иногда с ним вообще не согласен но ребят но пять с половиной миллионов людей не могут ошибаться и если он добился таких успехов на ютубе значит он что-то делает правильно я считаю что у него есть как и удачные так и неудачные видео так и должно быть так мне кажется должно быть у каждого блогера вот но то что он делает последнее время мне почему-то больше нравится потому что он снимает интересные темы такие как вот он ездил куда он там ездил магадан вот это прямо очень интересное видео про этим господи вот у меня одна из проблем я всегда забываю что я хочу сказать на какие-то витаминчики мне кажется попить или допустим вот буквально на днях у него вышло видео кстати такое прям совпадение с с молодым режиссером 27 лет а кантемиром балаги нам который из кабардино-балкарии в двадцать семь лет он уже дважды побеждал на каннском фестивале я допустим вообще не слышал про такого дуть как бы его показал очень хорошим этом очень интересно было посмотреть послушать он ученик кстати этого сокурова поэтому причем который сокуров приехал в нальчик и открыл там свою школу и вот один из этих учеников добился таких успехов мне прям очень было интересно очень поэтому не знаю куда дю можно по-разному относиться я считаю что он очень интересно доносит хотя видео с этим с егором критом не вообще не понравилось я считаю что это заказной характер носит от такого формата видео потому что на кредо очень много после время гонят и дуть который со своими острыми вопросами про разные темы в этот раз был совершенно скромен как никогда и прям такой весь егор кред кред пушистый так мы еще с вами продолжим потому что я приехал на почту мне какое-то письмо пришло как обычно либо штрафы либо налоги не знаю но я вам сейчас расскажу вот очередная болтовня от нашей почты россии вот кстати мне интересно напишите это очередной штраф пришел за превышение скорости а машина прошлякова где-то стоит а это серебряный бар на моем направлении вот кстати всегда вопрос зачем иногда иногда повторюсь не всегда а там один из пяти штрафов они почему-то посылают на почту все остальные где в таком случае понятно что они все у меня мобильном приложении штрафы приходит я их оплачиваю всегда но вот иногда почему-то выборочно так знаете как один из пяти трех лишь бы занять мое время и марта бумаги лишние нужно оплачивать зарплату почтальонам когда разносили будут нафига тут и заниматься это вообще бред какой-то кстати кто живет в моем направлении да и вообще кто живет и ездит часто через тоннель мне сказали что там понятно что есть определенная скорость который ты должен соблюдать в туннеле но там как-то стоит камера в начале и в конце и она вычисляет даже если ты едешь с одной скоростью в общем она определяет за какой период ты проскочил этот туннель и если там она получается ты вроде как въезжаешь под камеру медленно потом ты даешь на газ да а потом ты опять перед камерой который встречает тебя при этом и она понимает что ты въехал в одной скорости ты не можешь проехать промежуток скорость такой же скоростью и ты внутри там дал газу тоже приходит штраф вот такой вам лайфхак а чем не болтовня полезная кстати вот даже сегодня будет трансляция тоже будет повод меня показать вам диван который вы увидите который мне привезли подменили так сказать и назову подменили потому что название такое что подменили там да 5 подменили а это просто подменный диван повод же выйти в эфир поболтать с вами повод там уже будет видно Так что я еще, в принципе, не прощаюсь Конечно, что-то к этому видосу добавлю Потому что оно будет коротенькое Мне интересно ваше мнение Вот насчет таких болталок их называют Болтовней Я ничего против не имею Я наоборот считаю, что это должен быть определенный дар Чтобы постоянно что-то болтать И чтобы это было интересно И чтобы это было полезно А не просто такая тупая болтовня Поэтому пишите, что вы думаете Потому что я считаю, что видео должны быть разные Интересные Что-то обсудить Что-то поделиться с чем-то В смысле с вами Показать это само собой Это на первом месте у меня Я люблю показывать Вот, кстати, там много я Писали людей По поводу, что мы ее используют в видео Но я уже высказывался на эту тему И, кстати, мне удалось заблокировать вот это вот видео Где хамским образом Взяли мой видос Там еще одна мне девушка Скинула ссылку на то Но там вообще Типа Ну, не взято мое видео Оно взято откуда-то с другого места Оно как будто бы мое Но в то же время не мое Поэтому нет смысла Когда вот так вот грубо воруют Не предупреждая И не оставляя первоисточник Это некрасиво, я считаю Все Спасибо вам за инфоповод Я сам себе его придумал С вами поделился Вот Ну, сегодняшний вечер Еще сниму А уже с завтрашнего дня Конечно же будет Солнечная Грузия Мы едем Совместить приятное С полезным И по делам Ну, и как вроде Уже полюбившийся Грузия Вот Спасибо за внимание Еще и пока не приподнимаю Не обнимаю Вот Все Пока-пока Галмарджоба, товарищи Кенапцевали Красота Всем доброе утро Доброе Солнечное Утро Из Тбилиси Пока Хизри спит Вышел Отчитаться, так сказать О проделанной Работе О перелете Все, кстати, с праздником Потому что Сегодня день блогера Всемирный оказывается И праздник Я считаю, что это не только праздник блогеров Потому что Это все совместно Без зрителей не было бы блогеров А без блогеров не было бы зрителей Все очень просто И банально Поэтому, друзья С праздником Продолжаем работать Не останавливаемся Снимаем 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 Ну, я не знаю Показывает ли вам отель Потому что мы Живем опять в том же отеле Под названием Балтмор Практически Как помните Эти соусы Балтимор Кетчупы Вот так вот Сегодня я с утра Подержу Вроде ничего Долетели прекрасно Полный самолет Удивительно Народ летает Тудой-сюдой Хотя рейс был ночной Пролетели в 2 часа ночи Но, как всегда Без Не то, что сюрпризов Вот так Внимание мне ведет Если я вас поставлю Почему-то Хезри Всегда останавливает Знаете, все-таки Кавказцев у нас Не любят Ну, как? Не то, что не любят Ну, вот Вы знаете Когда не было проблем с Украиной Да, с прилетами Еще Когда это До 2014 года Здравствуйте И всегда При прилете на Украину Нас останавливали Просто Всегда Короче, сюрприз был Не сюрприз При прилете Хезри Я не знаю, зачем За его внешность Кавказская За то, что в паспорте Написано Дагестан Хасаверт Его практически Всегда И везде Не то, что там Тормозят Но Как-то вот Ну, вот В Грузию Мы какой-то раз Уже едем Его Паспорт просто забирают И куда-то Уносят И он там Минут 5-10 ждет Че они там все Он им каждый раз Говорит Слушайте Что вы ко мне прислали Что за Почему Говорит Они говорят Типа это Обычная проверка Говорит А почему только меня Говорит Все проходят И только меня Говорит Вы же видите По базе данных Что я приезжаю Уезжают Ну в общем Какой-то такой Неприятный момент И что-то вчера Его долго держали Он даже Говорит Ну все Полечу обратно В Москву А так В принципе Что Убилиси Жарища Сейчас проснется Куда-нибудь Пойдем погуляем Так Что-то я еще Раз у нас сегодня Видео Про болтовню Чтобы пустой Болтовней Не заниматься Все по делу Мне там Одна женщина Написала Про Что Прекрати Всем Объяснять Типа Как же она Писала Сейчас Секунду Прям дословно А я считаю Что наоборот Здравствуйте Не нужно Говорить Об одном и том же Так долго Люди Неумственно Отсталые Вот и мы Вот и все Вот и все Видео Будем о диване Но Меня на это Не хватит Времени Ну Не хватит Значит Не смотрите Ну что Потому что Я реально Объясняю Что такое Подменный диван Но к сожалению Не все Сразу понимают Что такое Подменный диван Это не мой диван Это временный диван Какой-то шлак Прямо какой-то Сижу тут Тихо Возле лесов Сюда и ходит Ходит Вот К сожалению Все равно Некоторые мне пишут Оставь его себе Оставь пригодится Для гостей Как я могу Его себе оставить Это не мой диван Ребят Это не мой Это мне привезли В такая услуга Есть в мебельном салоне Где я купил О котором я вам еще Расскажу не раз Когда привезут Мой диван Это Просто Чтобы мне было Посидеть и полежать Это время Поэтому Разговаривать Вообще о нем В принципе Столько времени Конечно не нужно Болтогней Заниматься Опять же Но приходится иногда Потому что там И пишут И как же Как же они писали А не стрёмно Типа ли Садиться На этот диван Неизвестно Где он был И что был Ну Слушайте Если так ко всему Относиться То стрёмно Вообще Все покупать Потому что То что оно лежит В магазине На полке И вы думаете Что оно новое Вы можете ошибаться Оно тоже где-то Лежало Может быть И кто-то сидел Грязными Попами Поэтому Во-первых Он Из магазина Я его лично видел То есть Я знал Что мне привезут Он как образец стоит Ну Не знаю Ну что теперь делать А который мне привезут Его там где-то На фабрике На заводе Делать А где гарантия Что там Не плюхались Попами грязные Поэтому Если так относиться То это Вообще ничего Нельзя покупать Вообще ничего Потому что Оно неизвестно Где было до вас И то что оно новое Это не значит Что оно действительно Новое На заборе Тоже написано Вот Так Напишите Я не знаю Делать вам обзор О гостинице Потому что Только мы были здесь Меньше месяца назад Точнее Месяц назад Мы были Я не знаю Отель конечно Шикарный Очень Хотим пойти в бассейн Поплавать Потому что Море здесь нет А речка Цвет у нее странный Вот Так вроде бы все Пока новостей нету Вот Пишите Еще раз повторю Что думаете Про болтовню Которая была В начале видео Еще в Москве Болталки эти Я вам там Помните Внизу Показывал Как это Называется Машину Эллиса Пресли Которая стоит Как моя квартира Такой Отель С одной Старое Здание Но мы Находимся В стекляшке Посередине И там этажей 26 точно Наверх Церковь какая-то Все-таки Хочется в этот раз Подняться На Фуникулере Или как он там На этой подъемной Там на гору Если получится То обязательно Вот такие вот Пироги Ну ладно Тогда я буду С вами прощаться Для того Чтобы начать Снимать Новое Смонтировать Это выложить Хорошо Так выспался Как вот так Снимают Есть одна Блогерша Ранее Очень популярная Она всегда Перед зеркалом Стоит Снимает Свои видосы И занимается Такой Вот реально Пустой Болтовней Все эти Болталки По-моему Тоже От нее Пошли Ладно Чтобы не заниматься Болтовней Я с вами прощаюсь Я вас всех обнял Приподнял Поцеловал Нужно вот тогда Вот тогда смотреть в камеру До новых встреч в эфире Все Спасибо за внимание Спасибо за поздравления Которые приходят Еще раз повторюсь Общий Всемирный праздник Блогеров С праздником Товарищи Ура Продолжение следует... Продолжение следует...